так соответственно вот после лейнинга как раз когда мы уже получается с арканами до примерно там с восьмым уровнем что мы дальше берем по шмоткам как мы именно качаемся то есть талант 10 мы поняли мы берем на резист к маги на пятнадцатом это почти всегда урон правильно с власта или как или надо почти всегда кажется типа много урона причем в ауе причем потом это будет еще более мне кажется профит на типа у тебя надо скорее всего просто уровню и так уже много у этого скорее всего будет венза монопол довольно высокий если что ну будешь просто на базу там уходить на улетать нам легенец ну то есть урон это все равно круче потому что это твоя твой бёрст потенциал увеличивает это увеличивает твою возможность к соло там убийством потому что у тебя скорее всего же будет потом либо акторин который тоже будет уменьшать адрес ну когда вот этого суицида учатся либо там у тебя будет и blade и у тебя соответственно намного больше будет шансов кого-то убийством заберешься вот по предметам дамы касались только прояснить хотелось момент получается мы как советуем к пятнадцатой минуте по-любому откладывать на шарт или там если ты на линзу копишь ты уже линзу покупаешь да потом шарте бери мне кажется нет мне кажется шарт мобиль линзы всегда я тоже думаю шорт прям приоритете должен быть он ведь и сам по себе все равно увеличивает к стрэш 3 спала и как бы тебе и без визы хватит а шартом ты можешь и так запрыгнуть тебе же клин за там не то чтобы горит главное просто под врагом оказаться если его сможешь застанься поезд больше или же прыгнуть это намного круче в общем ребята шарт это прям квинтэссенция течиса к пятнадцатой минуте обязательно накопить чего бы там не покупали тапок есть все копите на шарте стира там очень тяжелая на самом деле да потом арка арка на рассмотре я думаю все-таки приоритете но скорее всего у вас будет аркада и вы дальше все-таки форме все уже на шар если у вас конечно нет аркан на 15 я думаю что то вы делаете не так хорошо вот у течиса до шарда если рассматривать момент то до появления вот этого стана противник с большой вероятностью может разбить минки вы как-то пробовали вот эту фишку когда вы перед прыжком заряжаете второй скилл так чтобы вы приземлились и враг в диз армии вот он не может просто красные мины сломать я лестника не пробовал но я уверен что это точно имеет место быть и с каких-то ситуациях это точно может хорошо срабатывать просто нужно к этому приловчиться это нужно какой-то определен кличный игр сыграть и просто даже думать об этом вот но это точно очень хорошая фишка так что ребята нашим вердиктом рекомендуем наловчиться дадать и условно может быть просто попробовать героя до режим и просто попробовать нажимать второй скилл а после этого прыгать вот почувствовать этот тайминг что вы приземлялись на противника накладывался диз арм и вы спокойно вы минами обставляли это очень круто и это даже то что будет полезно и после покупки шара то есть в целом штука на дисканах так давайте теперь перейдем к нейтралкам раннего этапа вот первый второй тир как раз линия и после нее что мы т.ч. рекомендуем рекомендуем на ману киноптик это самое типа сильная до маркин ринг кажется на т.ч. если ты еще т.н. без аркана у тебя падает самая такая а потом мне кажется очень по игре до т.н. второго тира это миникая ну то есть т.ч. мы рекомендуем вот 4 нейтралки на ману получается да либо на урон заклинаний если вот они допустим недоступны то наверное лопатка какая-то да или оушен хард вот бывает у вас такое что вы оушен хард берете и на речке идете чисто ману паригей у меня бывает бывало только да еще наверное тоже можно отметить получается пикпол который дает 6 ко всем сатан она же тебе также даст получается 120 хп соответственно ты будешь еще более живущим то есть если у вас там альтернативы все разобну другие шмотки разобрали то соответственно я бы рекомендуем брать уже шмотки просто на хп потому что это герой как не крутила такой контактный на мой взгляд и он тут довольно всякие тонковый и чем больше у всех опять чем больше ты будешь жить может даже где ты выживешь после прыжка да так смотрим на второй тир тут вроде даже побольше всякого интересного для т.ч. чтобы рекомендуйте в какой порядке теперь он самая сильная теперь интересный кажется это типа камень самое сильное что можно взять после четыре часа за это философер вообще потом мне кажется это типа шаль потому что вот типа мы когда там такая минута типа да вот типа там еще нету в общем типа кабачек там типа такого ну в общем магия ты берешь себе типа шаль ты под полом вторым бегаешь у тебя типа очень много типа шаль и типа этого этого очень мака сопротивление типа таланта тоже и ты почти что не убиваем и совершали бегаешь по файту а ты плетка зон нет ну вот мне плетка еще просто нравится она тоже ну это просто очень универсальная шмотка она мне вообще нравится на любом саппорте она и тебе помогает она дают переген манна реген довольно приятно учитывая что на том же менюре это все необходимо довольно ну короче кайфовая тоже тема ну и вот кольцо зелененькая еще тоже отличная тема надо очень хороший манна реген интеллект тоже ну как сказать я думаю плюс минус это очевидно у тебя просто герой манна зависящий и соответственно все и как день деньга зависящий соответственно камень это сам топ-1 и потом все что увеличивает либо урон заклинания либо дает тема на регена либо ману монопул все это здорово вот ну и если этого уже нет дату можете рассматривать во первых робо в принципе довольно прикольно то есть вы прыгаете даете одну тычку противнику и как будто вы на него вейл повесили до который полторы тысячи стоит и ярослав говорил это шмотки на хп то есть если уж вообще ничего не туда то старайтесь просто брать себе жир потому что армору тачи это хватает резист к магии в принципе тоже как бы есть и значит чем больше вас будет кп тем эффективнее она будет то есть какой-то вам брейс на силу там яблочко перейдем теперь к следующей стадии вот после покупки шарда до мид гейм начинается плюс-минус какие сильные слабые точки стороны это часа вот в этих стадиях игры кто ему дискомфортен например у противников вот на этом этапе игры так когда уже появился шарт просто вам наверное неприятно это скорее всего против героев которые есть сейф то есть там типа оракла шару демона потому что твоя ну по сути будет героев всем лет тем что у него есть может потенциал очень хороший но он такой типа плюс минус герои который коммитится опять же который хочет за специекты допрыгнуть продавец милки 2aut 1 и потом попытаться за счет второго там либо выбежать либо за счет 2 опять же там просто ну пожить как можно дальше и соответственно вот например демон я думаю с него довольно хорошие у него есть как бы последний четыре всплала может теория где-то даже учиму накинуть этому тучицы после прыжка и соответственно просто by you ну то есть вот такие вот герои у которых есть под сейф и и которые, наверное, против которых тяжело в тимфайте, что ли, наверное, находиться долго. А хорошая, наверное, опять же, против таких героев, которые тонкие сами по себе, которые не берут быстрое БКБ, которых легко убить, которых мало ХП, соответственно, ты их можешь быстро убить за стан, там, даже какая-нибудь Фантомка, там, Фейселес Вольт, вот эти вот, Вольт, наверное, вообще такой слабый против Мюнера, потому что ты не можешь Мюнера убить из-за того, что у него есть второй спелл без БКБ, ты можешь легко умереть, ты ловишь Сайлона из-за третьего спла, у тебя БКБ появляется не то, чтобы быстро, но если быстрее появится, то ты просто не такой сильный, ну, короче, вот такие вот медленные герои, которым нужны какие-то шмотки, и сами по себе они не толстые. Мюнера, у тебя как по ощущениям? Аналогично? Да, плюс-минус, только я бы еще сказал про то, что он, мне кажется, в целом, типа, маконтрит всех Спирита почти, типа, вот Спириты, Штормы, они не покупают БКБ, их можно, типа, легко маконтрить. Я вот еще был в, типа, паблике очень против паков, и паки, ну, как-то не понимал никак, типа, твои, типа, ассоциации, типа, шардом доджить, потому что, типа, очень быстро, в общем, кастаем. Да, если резюмировать рекомендации, Течес плох против тех, кто может подсейвить цель, на которую ты прыгаешь, да, наверное, частичное решение это нападать на тех, кто сейвит, да, либо ждать, пока они этот сейв потратят. Кроме того, Течес плох против героев, у которых появляется БКБ уже в мидгейме, да, на раннем этапе, им вы, по сути, ничего вообще не можете сделать. Лучше всего ориентироваться на мобильных персонажей, потому что вот их вы прям очень сильно душите сайленсом, да, станом, и можете выступать очень неплохо таким вот контрпиком этих героев каких-нибудь Штормов или Эмберспилитов. Главное, на них приземлиться. С кем вам вообще по опыту приятнее всего играть вот в мидгейме, вот в одной команде, да, чтобы именно герои сочетались между собой? Вот Течес плюс кто? Со станом, конечно. Типа, там, блин, стан, чтобы было у тебя героя, там, идеале какой-то, типа, СК или ДК, или, не знаю, там, с панга не так хорошо, но вот эти, типа, там, со станом, короче, все эти, типа, герои, чтобы ты мог поставить, типа, там, минки под стан, и они, типа, точно, типа, работали даже, там, до УБКБ можно, типа, покнуть на полгопа героя, он уже будет не такой сильный файт. Если не только там троек с обычным станом рассматривать, то вот Войт офигенный, я думаю, просто урон поставил, ты просто забил весь урон, что у тебя есть. Под Бейна очень хорошо, он слипу может под сетапить, ты можешь, там, кинуть первую, потом третью, потом еще что-то минку. Под грипп ты можешь просто все три мины поставить, фулл-проказ, ты выйдешь, там любой герой тоже умрет. То есть, под Энигму, я думаю, тоже, там, условно, если как-то получится, там он легко отдаст, ты тоже весь проказ туда выйдешь. Ну, такие вот прям очень долгие и надежные, прям, станы, это прям самая лучшая соминерная. Ну, вот, типа, под Акса, как на этом, типа, там тоже можно пикать, мне кажется, это, типа, линия более-менее, и по игре под кол можно ставить минки. Да, Акс, Течис, очень сильная линия по игре, очень простая, надежная такая инициация, и, опять же, это просто локод и контроль спел. Получается, Течис любит инициаторов, желательно с блинками, чтобы они спокойно начинали, держали противника. Супер-эфигенно получается, если у вас в команде, там, какой-нибудь Магнусы, Нибма, Дараксир, то есть, кто собирает врагов в кучу, да, и в эту кучу уже приземляетесь вы и наливаете урон. Вот, и, да, Бэйн особенно хочу подчеркнуть, потому что у Бэйна сразу два скила, которые очень хорошо с Течисом сочетаются, это и Слип, вы можете три мины расставить, потом прыгнуть, этот Слип сорвать, да, но в то же время мины уже взорвутся, и ульта, то есть, если вы вдвоем просто два саппорта, там, два друга играете, да, один Бэйн, второй Течис, в любой момент игры нажали смок, поймали одиночную цель, любой герой умирает гарантированно, он просто не нажмет ни БКБ, ничего, он просто умрет. С Войдом только надо быть аккуратнее, я не знаю, Ерик, ты пробовал прыгать когда-нибудь в хроносферу? Нет, не пробовал, ну, я думаю, ты просто зависаешь в воздухе. Да-да-да, там урон влить можно, класс-то. А, если уроны заканчиваются, то просто падает. А, если урон есть, да, то есть, если ты, типа, летаешь, если ты, типа, летаешь, типа, в купол, то будет... Ты просто застрянешь на границе, и все, ты не влетишь, ты, как бы, замрешь. Без демэджа, правильно? Да-да, без демэджа. Не приземнишься даже, а просто именно в полете застрянешься, поэтому... А, да-да-да. Но минки в купол ставить можно. Да, первый минки, ты можешь под конец урону там подсчитать тоже как-то тайминг. В идеале так вы стараться делаете. Давайте теперь обсудим скилл-билд и итем-билд. Вот на этой стадии игры, да, где-то там 15-35 минуты. Какие ситуации могут быть, да, и что хочется купить? Арканы, потом шарт, потом линза. Разбираю арканы попутно. И дальше уже смотришь, максимально оттолкиваясь от ситуации. Где-то можешь взять форсик, где-то можно взять юу. Вот, кстати, даже юу, типа, ну, мне уже очень неплохо против тех же спиритов. Если вот там Шторм, Эмбер, да, какой-то, ты же можешь... Они, например, летают, да, пытаются как-то такими быть неуловимыми. А ты их можешь просто посадить на юу. И если ты хорошо подбогнаешь тайминг, ты можешь всегда в них прыгнуть, типа, за счет третьего спала. Даже в Эмбера, даже в Шторма еще проще. И все, и ты просто их убиваешь после этого сразу. Ну, дальше вот после этого стартового закула, так сказать, твоего, там уже огромное количество вариантов, там можно и авторит, теории даже чуть ли не первым купить, если чувствуешь, что игра позволяет, по сути, это самые ебовые на нем шматки, на мой взгляд. Или E-Blade тоже где-то там, или потом там Blink, потом Hex. Ну, короче, там уже все, там уже просто, ну, отталкиваясь от своего опыта игры на менюре, который в будущем будет, там уже смотришь по ситуации, как лучше закупаться. Ну, вот, если такой своеобразный тир получается какой-то выстраивать, да, то после того, вы уже купили Shard, уже купили линзу, что вот тир-1, какую кнопочку шмотку пить? Октарин получается, да, такое самое желанное? Ты и толще, и если чаще используешься? Я бы сказал, что это, скорее всего, E-Blade для меня лично, потому что ты можешь, типа, там даже, типа, если у, типа, кора будет, в общем, БКБ, то, типа, сапы все равно будут, типа, умирать без шансов файти. Ты можешь просто по ним, типа, работать, когда, там, у, типа, Кири появится БКБ или у Митера. Ты можешь просто, там, солить саппортов, там, когда еще нужно пожить, потом после БКБ, типа, еще, типа, второй волной дать, типа, свои спалы и все равно их убить. Ну, Этериал, это, получается, ультимативная такая шмотка для течица, потому что она не позволяет противнику разбить мины, если у меня такого-то диспейла, да, то есть вы на него приземлились, расставили мины, и, кроме того, еще и нереально увеличивает урон. Он и сам наносит урон, и увеличивает урон с каждой минки, в общем, еще и ману дает. Стримитесь покупать вот это, после этого уже все идет более ситуативно. Вот БКБ вы когда-нибудь на ТЧС покупали или нет? Было. Я не покупал. Но БКБ иногда хочется. Типа, пик, просто, в общем, пять магов, вот в этой игре, мне кажется, может быть, очень полезно. Ты будешь просто, типа, в файте, ну, по факту бессмертный будешь. БКБ тоже, смысл иногда рассматривать. Ну, в общем, если у кого-то, например, есть Дота Плюс, то есть такая плюс-минус универсальная рекомендация, если вы там в драках постоянно умираете, просто смотрите слева, там, да, вот есть процентовка, урон магический или физический, если смотрите, что почти все магия, просто покупаете БКБ, и вы спокойно в драках будете все выдавать, потом выходить, у вас все это откатывается, там, да, особенно с талантом на 20-м уровне. Кстати, а какой талант берем? На перезарядку бласта же? Да, конечно, КДР, скорее всего, бласта. Почти в, типа, всяких игроках. Да, как же залит, наверное, сильнее, чем альтернативный. Я думаю, типа, что есть, типа, какие-то, в общем, типа, пару игр, типа, ну, где можно взять этот, типа, радиус, но я пока не понимаю. Так, а как именно вот проходит драка на течсе в мидгейме, да, то есть когда у противников уже появляются БКБшки, какой-то диспл, вот началась драка, да, вот ты на течсе стоишь с краю этой драки, что ты делаешь? Скорее всего, типа, это будет, типа, зависит, типа, того, типа, типа, кого, ботвесы, типа, на команды будете, в общем, прыгать, если у вас есть, типа, там, инстастан, вы можете, типа, потратить и, типа, там, подберзить до, до, типа, БКБ, типа, если не, в общем, получается, то можно просто, типа, не спешить, типа, подождать саппов, типа, убить саппортов, пережить, типа, БКБшки, потом где-то, в общем, типа, подвыть и побегать, и уже потом, типа, после БКБ, типа, давать свой, типа, второй, в общем, проказ. Но вообще ты обычно, типа, сутида, типа, просто влетаешь в, типа, этого саппа, пытаешься его просто, типа, убить и, типа, быстро выйти, пока ты еще можешь выйти. Пока есть время, так сказать, пока, там, под фреймскиллом что еще и потом просто про второй волной опять заходишь ну получается что вы просто пытаетесь пробивать тех кого можете пробить например саппортов а после этого ждете пока бы к башке врагов закончится и врываетесь уже в них либо же изначально просто враг допустим сразу бкб просто подождите чуть посидите в кустах там по откидывать из зелеными издалека а после этого уже просто убивать его потому что без бкб герои против то часто очень плохо себя чувствует важно понимать что чем дольше вы живете в драке уже после того все это произошло тем больше урона накидывать потому что у вас все скиллы откатываются довольно быстро особенно салатом до сатом уровне если вы уже прыгнули уже влетели поставили мины не надо там дальше стоять вышли и дальше издалека накидываете теперь идем к применению мин по карте вот это то немногое что осталось от старого течиса в плане механики это именно постановка красных мин что можно с ними делать во первых очень круто чекать варды то есть вот эти вот стандартные клиффы да на которые обычно надо ставить центре вы можете делать хитрее вы можете центре ставить с краешку а на сам клифф закидывать уже минку и таким образом вы сможете гораздо большую зону обхватить то есть вот например у нас видно на реплее центре вроде стоит снизу но мы ведь смотрим что сверху происходит причем кидать можно как липучки так и красные именно потому что липучки дают vision в моменте вы понимаете сразу есть vision или нет а если вы поставите красную вы проверите если vision но вы потом всю игру да пока у вас там рядом стоит центре сможете видеть эту точку если враг поставить варс например да он даже красную может не заметить она же срабатывает только если близко подойти то вы будете знать о видишь не врага хотя он не будет знать о том что вы знаете в этом у тоже его огромный плюс и поэтому на пятый позиции соответственно тоже у героя очень по кайфу рассматривается так еще есть вариант вот например когда вы подвигаете какой-то возвышенности на лесенку хотите думаете подняться не подняться киньте туда просто зеленую минку дает очень хороший vision в моменте да и позволяет не не подниматься прям сразу вот в лапы противника да вот в принципе наглядный пример как хорошо можно использовать между сахмин постоянно все чекает очень причем вообще ну сам при этом никак вообще не представляет не представляется под врага очень большой дистанции за счет вензы короче кайфовый герой мы уже обсуждали да что можно ставить мина на проходы это в принципе актуально всю игру абсолютно потому что противник с маке бежит он взрывается на этих минах и мало того что вы понимаете что он там так если вы хотите сразу напасть он еще и под дебафом да потому что мин увеличивают магический урон по противнику это даже более важно чем тот урон который не сами нанесу вот и кроме того рошан вот вы именируйте рошана на как сигналку именно да конечно просто сильно в играх ты типа знаешь там или нет бьют еще можно подрез просто поставить если уже один погибли будешь типа знать как он станет то есть получается что мины в обе стороны работают и вы можете узнать когда враг пойдет рошан забирать и когда рошан появится вы тоже узнаете потому что если именно взорвалась значит ну рошан уже появилась вот дошли до лейтгейма вообще часто выдала и геймана точите доходили насколько вот новый ночи затягивает игры по ощущениям не один один раз не сильно на 20-го раза вот поскольку тепло теперь больше как бы темпует мне кажется вообще не типа то чтобы эти сильные игры типа он тянет таких было пару игр по 60 плюс минут так и что мы делаем вот мы вышли в лейт например двадцать пятый уровень у нас какой-то ландыр дэмоши покупаем башером вот лучше так это тир с дальше типа обычно билд это конечно через хекс минки прыжок там bkb просто бёртся с магией это такой бил для типа обычных людей не для денег как надо играть да в общем если вы обычный человек то на течисе очень сильный талант на двадцать пятом левой и если вы его херс то вы по сути убиваете любого героя у которого хп 3000 и меньше вот либо же выберете талант на урон если допустим вы не уверены в себе насчет мама башера можете просто взять mom супер бешеный муж атак спид получается и очень много урона с руки это особенно актуально если у вас команде например нету ярко выраженного керри да если у вас там всякие микрофосы какие-нибудь котлы больше такие кастер какие-то мидгейм персонажи собираетесь в урон и разматывайте тем более что слишком много денег не надо урона получается намного а теперь давайте с вами подумаем по нейтралка 3 4 5 разряды что мы советуем ты часов кдр скорее всего типом сильнее всего мне кажется типа стипа призма чарм мне кажется очень полезно на файте там по игре почему поставить хэдбэнд есть над ну на этот очень к стране и мне кажется вот типа роба очень может быть не так плохо на ману там из релик еще есть вот но остальное все ну вот шторм кратер еще опять же каких-то ситуациях тоже неплохо я думаю если ты играешь например против войда фейса свои да который накинулся делаешь она тебе как бы ну надо его как-то желательно сбросить как-то ну особо ничего не потратив ну так же фликер в этом плане подойдет или против сайл сера там если глобал какой-то да или он просто там все первые сквелла кинул это такой ну и чем не покидать себе ну есть определенно эти спорты тоже имеют свои плюсы так и пятый разряд что мы тут имеем тут все имба самом деле ты можешь типа как для физки в теке ссоры взять себе эти дизоль и вирата все что угодно еще можно взять вторую дизолью на билдится смолом 25 это мне кажется или шляпка краса сильнее там уже опять же там всяко быть большим уважены за вас как и может все время с огромным количество урона среки соответственно все подойдут шмотки как и для кора также ты можешь быть магом соответственно подойдут шмотки как и для мага там что fallen sky что сирс тонн что даже вот не кралиф ну форс бусы 2 фраз бусы кресло у кого-то другого будут кто без ботинка будет ну короче тут тоже опять же уже большой выбор ну и скорее всего на этой минуте у вас уже будет 30 уровень так что вы по-любому будете без руки так что наверное вот шмотки на урон если их некому братья так спит будет прям очень хорошо скидить теперь давайте наверное кой на путь и выдадим ты часам которых выпускаем что вообще терек что же можно посоветовать да я рек что же мы сделали теперь с пабликами что мне кажется будет еще типа какой-то отменить типа в целом это фикс его после того как сейчас будет типа в паблике включится через неделю будет типа типа фикс на минус типа для мышцы этого руки до 50 до 5 назад поэтому я могу посоветовать чтобы пока еще он есть в доте такую типа ну как сейчас чтобы побольше да 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 буси потому что скоро это точно пофиксит мы вот первые дни как только очень поняли что он типом силен вообще не эти типа понимали почему его все типа просто не ведь пикует не банят вот только буквально пару дней назад там начали все подряд да так что выпускаем ребята гайд на имбу пользуйтесь пересматривайте запоминайте реализовывайте типа я наверно просто могу посоветовать хотя бы просто пару раз на нем сыграть почувствуйте вот эту оранжи тычки на линии почувствуйте как он просто бьет героя может дать пять тысяч а тебе только одну в ответ почувствуйте как я не знаю как да я на самом деле на нем просто кайфовая игра сейчас ты можешь фармить кучу кэмпов ты убиваешь крипов ты убиваешь героев ты такой пушишь линии нужно убить просто рекомендую хотя бы попробовать если попытаться сравнить он похож наверное на кого-то скаймага который тоже очень силен на линии очень силен харассом на линии и который просто выдает какой-то бёрст но у этого героя еще есть и выживаемость еще есть и потенциал к фарму очень высокий так что дальше думайте сами так что пикайте течиса болейте за тим спирит и улучшайте комьюнити в чем разница же между старым и новым течис на твой взгляд я не могу не отвечать на вопрос без грустного вздоха как-то сам собой рождается старый течис был все-таки в моем понимании гораздо более какой-то самостоятельный что ли то есть на нем можно было даже если никто уже не верит в победу побеждать это было гораздо больше про какую-то игру в чем-то действительно самому по себе да ты как бы сам по себе думаешь вот что будет дальше происходить по карте где кто будет где он что будет делать и от того насколько правильно ты это все проанализируешь и зависит в большей степени исход нежели там так как это работает на новом течисе новом течисе ты именно как часть команды да то есть из команды идешь драта ты с команды идешь смоки какие-то собираешься в то время как на старом ты мог действительно быть автономной единицей и в то же время всаливать катку и я так понимаю ты сейчас на новом то вообще не играл или чуть-чуть на новом я первое время после патча поигрывал я как да попытался ответственно к этому подойти может мне бы зашло может я бы и и в новую влюбился но это все-таки не то по ощущениям то есть я вот сейчас например для себя фурион открыл тоже герой такой в чем-то автономный да если ты очень хорошо расконтроливаешь линии пост референ посадим а позадим фурион как этот крок типа дохак правильно погодим на фото и да я его реплеи посмотрел парочку и прям вдохновился потому что это очень похоже на течисе на течиса тем что ты можешь опять же всаливать и опять же ты очень какой-то степени автономен хотя конечно ну на фурионе ты должен подключаться постоянно файты какие-то да с команды это все делать но какая-то вот такая какой-то легкий оттенок старого течиса в нем есть и вот это вот меня в нем зацепило в новом этого нет согласен на самом деле до паре он там похож на то что он может рассказать сам свою игру играть чуть ли не в салон ну мне вот из таких интерпретаций нового течиса как раз я тоже вот нами течис играл почти все время потому что там хотя бы осталось то что ты именно сам диктуешь какой-то степени до правила происходящего в то время как на саппорте сейчас ты действительно именно больше следуешь какой-то общей тенденции команды ну да если он на темпе то он действительно может он мега сильного да течис в новом патче он не стал слабее просто стал другим он стал сильнее даже по сути именно с точки зрения того что твоя команда лучше понимает что с тобой делать и он в целом сам себе тоже попроще стал для понимания нужно огромное количество играть практики чтобы знать на какие-то по всякие фишки боевой такой тип тип обычный просто типа сапс эти пусть типа с пламя там все теперь он плюс-минус просто на нем нажимать городу skymark смешанную домом да он членная версия по сути за